Это очень полезно, если почитать просто сравнение готового текста, чем отличается золото от биткоина. И это очень много на Google есть, когда финансовые специалисты сравнивают, что надо, чтобы сделать один килограмм золота. И описывается, надо там столько потратить нефти, столько-то потравить, ну, скажем, энергетических ресурсов, чтобы сделать килограмм золота. Для того, чтобы сделать биткоина, все переходит на энергию, энергию электрическую. Сколько стоит, чтобы майнеры пропустили информации, поддерживая биткоин-операции? То есть там есть уже сравнение конкретное. И новая терминология, которая существует, это биткоин, это тоже тот же самый диджитал голд. Конечно, вот так вот с лету, это не каждый поймет, у каждого сразу будут вопросы, каждый будет искать какие-то... Биткоин физически не делается. Биткоин – это электронный код или протокол, который двигается с помощью интернета и любого компьютера. Машинки, которые делают, это просто специализированные машинки, которые позволяют с более высокой эффективностью пропускать протокол биткоина. Они называются майнинг-эквипмент. То есть что получается? Это хороший был вопрос. Для того, что такое майнинг-эквипмент, это означает то, что включить компьютер, который будет включить в интернете. Там стоит определенная программка. И все, что она делает, она перепускает микроблоки биткоина через себя. И фиксируются эти микроблоки на каждом компьютере. Из-за того, что происходит вот эта вот фиксация компьютеров на хард-драйвах в миллионах компьютерах, майнеры, то есть люди, которые имеют эти компьютеры, получают комиссионные. Китай из-за того, что там очень дешевая электроэнергия, в первую очередь, потому что на работу компьютера завязывается электроэнергия. Всего лишь потому, что там дешевая электроэнергия, номер один. Номер два. Очень быстрое, продуктивное создание специализированных компьютеров по поводу провода вот этих вот протоколов биткоина. Поэтому как бы Китай лидирует в этом. Это всего лишь. В Беларуси строится атомная станция, по-моему, и с Литвой. Так вот, примерно 20% мощностей будет задействовано под крипто. То есть Лукашенко, он конкретно четко знает, где он будет находиться. Он и хочет сделать это как силиконовую долину, и у него это получится. Запустив атомный реактор и предостав дешевую электроэнергию, он имеет преимущество над многими странами. Дешевая электроэнергия – это ключ. Биткоин не является системой оплаты. И оно не будет не являться системой оплаты. Потому что биткоин сделан принципу, это как store of value, как золото. Никто не двигает золото с кошелька в кошелек. Но, находясь или имея доступ к 3, к 5, к 10, к 70 килограммам золота, показав, что оно у вас есть, с вами легко начинает работать. Потому что это показывает вашу покупательскую способность. Это никто не говорит, что вы должны отпилить кусок золота и отправить нам за что-то. Но есть другие инструменты, которые подкрепляют это. Так вот, биткоин как раз-таки является новым финансовым инструментом, который в будущем прямое значение будет иметь как store of value. Это очень важно. На сегодняшний день store of value является одним из самых крупных. Это золото. Все государства, работающие, делают какой-нибудь трейд или что, они обязаны в федеральной системе резерва иметь золото. В частности, как, допустим, рассмотрим Белоруссию. Как Белоруссия вступила в ФРС? Они вынуждены были дать физическое золото, Ford Knox, федеральная система резерва США. А США дала сертификат и сказала, вот на ваших 5 тонн вы имеете право такую-то иметь, как кредиткарту, такую-то покупательскую способность. На сегодняшний день это золото находится в Америке. И золото, как само по себе, оно сейчас держится, самые большие запасы в Америке, потом, по-моему, Россия, Китай. Но физического передвижения нет. Оно остановилось. Все, что показывается, и можно проследить, кто сколько тонн, какое государство аккумулирует и имеет. Неизвестно, либо мы научимся синтезировать золото, либо просто система готова будет перейти на Digital Gold. И вот, по-моему, вот в этот момент произойдет. Гарантом вашего будущего финансового положения будет являться Digital. Не материальный, а виртуальный вэлп, который вы можете передать, который вы можете использовать. Ну и самое главное, в период этого времени не потерять. То есть, вся виртуальность заключается вот в этих вот 12 и 24 словах, которые предохраняют возможность доступа к перемещению биткоинга.